Сегодня 20 мая. Целый день я работала с 12 часов, ну с перерывчиками, конечно, да. Но вот сейчас время практически 22 часа. Мы решили пройтись, прогуляться. Думала, что подышу воздухом, а воздуха вообще нет. Такой штиль всё стоит, мне деревца нигде не шелохнется, дышать нечем. Вот сейчас мы в какую-то низину зашли. Зашли в низинку, тут, знаете, такой холод с низинки. Слегка чуть-чуть дунул. А вообще даже уже пожалела, что пошла гулять, потому что дышать не... О, ветерок подул. Супер. Хотя бы что-то хоть подуло где-то. Не хватает воздуха. Да, не хватает вот этой, да, действительно дождевой свежести. Потому что очень спёртый такой воздух накалённый. Сегодня прогрелась земля. И всё так вот. Прям одежда некомфортная. А когда некомфортная одежда, то и гулять неохота. Я уже, когда вышли, уже готова была обратно пойти. Но всё равно, думаю, ноги промять надо. И вот еду, встану. Всё плохо, мне жарко. Дышать нечем. Одежда неудобная. Муж говорит, давай до сквера дойдём. Я тебе там разрешу на скамейке посидеть. Потом говорит, давай пошли быстро. Быстрым шагом, как вот на тренировке ходит. Я говорю, не, я так не могу. И вот идём нога за ногу. Заплетается. Сейчас пойдём до сквера дойдём. Он мне там разрешит посидеть. На скамейке. Но я-то ведь готова уже быстро идти, чтобы быстрее домой прийти. Я уже готова даже побежать. Лишь бы быстрее домой прийти. Ну да, комары. Ну пока комаров-то я не вижу, но, конечно, на меня-то налетят. Меня комары любят. Да, сейчас покажу вам красивые, ухоженные такие газончики. Вот идём. Вообще ничего не видно. Хотя здесь красивые, ухоженные газончики. Но ничего не видно. Да, всё уже темно. Заходим в сквер. Освещение есть. В сквере. Но не везде. Лошадь, как мы и предполагали, ничего не сделали. Нет, ну только вот эти подарки. Да, только вот входные фигуры уже не горят. А, я скамейку хочу. Ты же мне обещал скамейку. Я не сказал, что в сквере. Нет, ты сказал, пройдём в сквере. Вот мы же мимо скамеек идём, вон они. Нет, подожди, сначала здесь пройдём. А потом на краю скамейку. А ты мне опять обманешь. Скажешь, что мы пройдём. Вот, садись на скамейку. Я повезу тебя вдаль светлой. Да, у лошадки только вот одна осталась. Остальное всё, ничего не горит. Тишина. Там два шарика горят, а здесь три не горят. Ах, ах, ничего же не горит тут. Такие шарики, видите, всё темно. Не знаю, тут вот один как-то вот это мигает. Фонарь непонятно. Мерцает. Видишь. Чё, мы куда идём? К той скамейке, что ли? Три, четыре, пять. Семь. Семь не горят. Восемь, девять, десять, двенадцать. Тринадцать шариков не горят. Четырнадцать. Боту и фонари. А, кстати, фонари, знаешь, что, один, наверное, в целях экономии. Ничего подобного. Один включен, нет? А, значит, всё перегорело, да, уже? Скорее всего перегорело, потому что они с разных сторон не горят. Да, 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 кстати. Где-то вот и два, и оба не горят. В общем, семнадцать фонарей. А, то есть мы, типа, это, госконтроль. Девятнадцать, двадцать. Госконтроль. Да, госконтроль. Народный контроль. Мога двадцати фонарей не горит. Да, что-то это, трава плохо подстрижена. Слишком высокая. Нет, путь подрастёт такая. Да, кстати, сейчас налог-то на эти сорняки ввели. Да, штрафы за сорняки. На участках? Ну, не знаю, приусадебных, на дачных участках. Государство само себя будет штрафовать? Ну, да, наверное. Вот лавочку будешь садиться на лавочку? Так я хочу где-то на свет сесть-то нефть. Там комары сейчас будут в темноте. Вот здесь вот посветлее, а там сидят уже. Кстати, знаешь, что такое? Кажется, что какое-то испарение, как будто, да? Как будто вот какая-то влажность, как в бане, да? Потому что сейчас остывает конденсат. Да, дождь будет. Ну, не будет пока. Помните, мы говорили, да, про народные тропки? Вот смотрите. Чтобы перейти на другую сторону, нужно вот туда обходить далеко-далеко. А вот тропка, народная тропа, которая предполагалась. Так потому что людям надо перейти на ту сторону. А для того, чтобы перейти, кто-то умный сделал дорогу вот в ту сторону там обходить. Конечно, люди напрямую идут везде. Это сделано для кошек, а не для людей. Для кошек? Если умный человек не учел в этой тропке. То есть здесь, видите, здесь понятно, да, то есть дорожка, которая ведет на Маяковского. А здесь вот, была бы вот, например, здесь вот впереди дорога, прямо здесь. Люди бы не здесь переходили, а вот сюда бы заходили, переходили. А тут вообще нету перехода на ту сторону. Придется по газону идти. То есть вообще не продумано. Кто-то делал, не доделал. Не додумал. Видите, вот тут видно протоптано. Я сейчас ничего не видно. Вот туда, в проход туда. Правильно, потому что люди тут ходят. Да и мы сами тут ходим. На лунный час. Да, кошачьими трупами собачьими. Муж меня обманул. Сказал, на лавочке в другом месте посидишь дома. В другом сквере. В другом сквере. Не уточнил в каком сквере. В другом сквере. В сквере идем вон туда. Да, мы идем сейчас на площадь. Сквер в Збуб. А, да, там Збуб. Там тоже лавочки есть. Идем мимо детской библиотеки. В эту библиотеку меня когда-то привела мама. И привела моего брата и сестру. И мы здесь очень долго. Пойдем туда, пройдем. Посмотрим. Там у них окна победы. Конкурс был. Здравствуйте. И в этой библиотеке я была записана. Еще даже не будучи в детском саду. Я в детский сад ходила. Мы уже читали книжки. Потому что читать я рано научилась. Годика три, наверное, я уже читала. Научилась читать по букварю, который мне дед принес с ярмарки. Раньше, перед первым сентября, были ярмарки. Ну, как школьный базар назывался. Продавали всякие принадлежности к школе. Вот дедушка мне принес букварь. И по букварю я научилась читать. Первый класс я пошла уже читающая. А в садике воспитательница садила меня перед детьми в группе. Давала книжку. Сама полки пыль вытирала. Я читала у детской библиотеки. Здесь у них конкурс проходил. Окна Победы назывался. Принимали дети города Котласа, наверное, и района. Рисовали. Рисунки. Слушайте, а какой больше всех понравился рисунок? Из того, что вот нарисовано. Мне вот этот понравился. Да? И тебе тоже это, да? Посмотрим. Ну, это может быть срисован откуда-то? Типа сведен из книжки. Он такой яркий, самый такой как-то вот более, наверное, запоминающийся. Когда я не уделял детей, все хорошие, они все стараются. Ну, да. Я тоже согласна. Молодцы, кто принял участие. Вот. Потом, когда мы стали активно очень ходить в библиотеку, нас однажды пригласили на занятия и научили ремонтировать книжки. Это было в читальном зале уже. Книжки мы ремонтировать брали и домой даже. И был конкурс, кто больше всех книг отремонтирует. Ну, как же мне первое место не занять? Конечно, я же должна была первое место занять в этом конкурсе. Поэтому я, как ума помраченная, эти книги ремонтировала. Брала прям, вот знаете, беру стопку, приношу домой в этот же день. Ремонтирую, в этот же день и ношу. Беру еще одну стопку. И опять прихожу домой. Вот мне надо, чтобы меня похвалили. А потом маме грамоту дали когда-то за то, что она такую дочь воспитала. Нет, беда тебе прикидывает. Да, кстати, беда какая. Ну, что тебе надо быть первым. А, первый среди первых, да? Ну да, я такая амбициозная сама по себе. Ой, господи, какая красота. Вот, понимаете, мы не перестаем восхищаться природой. Посмотрите, это прям как в снегу. Да, даже в этом году как благодатно. Все прям вообще зацвело одновременно. Какая красота пахнет. Ой, вкусняшка. Яблонька красивая пахнет красиво. Вообще красота пахнет супер. А, кстати, а слушай, вот эта листиница-то что, появилась? Смотри-ка на ней, да? А были такие голые ветви. Сбросила она листву. Мы думали вообще, что она уже засохла. Такая, видите, она смешная. Ну, тут, видимо, ее электричество, ее как-то вот, ну, не дает ей расти по-хорошему, развиваться. Сейчас посмотрим, что муж там узрел. Сейчас, наверное, только темно не видно. А, вот, да. Вот, смотрите. Красотень. Вообще. Просто белая шапка. Очень красиво. Народу мало сейчас. Ну, люди гуляют. Вот и тут слышим за спиной. Гуляет. Пойдем на площадь, сходим, посмотрим. Нет, на площадь мы не сходим. Не сходим? Нет, мы сейчас в Анталию сходим. Турецкая Анталия. В Анталию? А, в Венецию. Какой Анталии? Нет, это не Венеция, это океан. Океан Эльзы. А это песчаные дюны. Это Объединенные Арабские Эмираты. Ага, давай. Я там, кстати, так и не была, как с момента ее. Вот это, видишь, какой у нас пешеходный переход. О, смотрите, правда прикольно. Он, наверное. Он, вот, смотрите, это же, это проектор, который... Пешеходный переход. А он как-то отключается или как? Нет, пока это горит, питание есть, он работает. Да? То есть все время так, да, будет гореть? Интересно, насколько это целесообразнее? Ну, это, ну, крайней мере, краска не сотрется. Интересно. Слушай, я даже не знала. А как же днем тогда? Меня больше не это интересует. Меня интересует вот это вот, городские вещи. В общем, вышли на обход мы. Ну, не хочется о хорошем. Попадает и что-то такое непонятно. Нет, тут просто плохо видно сейчас, потому что... Нет, ну, это... Да, тут просто объясняю, тут яма. Причем даже близко-то подходить страшно. Свежий асфальт. Когда устанавливали вот эту вот полуну. Так, как-то посветить-то, чтобы видно было. Вот отсюда, видите, асфальт свежий. И просто он провалился в никуда. Целых три дыры. И вот эту вот мачту, когда устанавливали с этим... С проектором, который дает... Который дает вот этот экран. Прикольно. Нет, интересно, на чем держатся вот эти болты? Да, там болты есть, подтверждаю. Поезд. Если я первый раз такое вот вижу, я даже в больших гордах не видела. По крайней мере, за последний год никуда и не выезжали. Сейчас посмотрим, что тут еще есть интересно. Муж говорит, похож на дом Павлова. Да, прикольно. Тут, наверное, дети бегают, да? Лягушки клакают. Ну, надеемся, сейчас с новым мэром... Я думаю, что там рыба точно. Что-то... Что-то улучшит. А там, знаешь, что? Там не рыба, там комары, скорее всего, или лягушки, может быть. Ну, тут отсюда вот видно, что там кто-то по поверхности ходит, бродит. Надполь, не, рядышком, видишь, там... А что, думаешь, там глубоко, что ли? Кутер на полтенце. Думаешь? Да, ну, прикольно. Конечно, как-то еще сушаться все-то должно, да? Как-то... Да уж, да уж. Надеемся, не затянется. Вот гранитные уже эти берега сделаны. Здесь документальное завершение работ 20 июля... 20 года. Ну, ладно, год самоизоляции, да, даем. Значит, не июль, а вернее, август. 20 августа 2020 года. Значит, даем год самоизоляции плюсом, да? Ну, пусть и к 20 августа вот посмотрим, завершат или нет. Да, еще-то пару лет. Пару лет надо. Чем пару-то? Ну, а что уж один-то, несерьезно. У нас в России так не получится. Национальный проект. Жилье и городская среда. Ковидный год, это год за три, значит, считай, 23-й год, реально, окончание строительства. Понятно. В общем, будем ждать, надеяться и верить. Тут так-то красиво фонари вдоль озера такое. Это я помню на ВДНХ, да? Там же тоже есть озеро похожее, с фонтанами, которые, да? Нет, там фонтаны, а не озеро. Тут даже не фокусируется экран. Представляете? Давайте не будем ругать. Давайте не будем ругать, а будем ждать, надеяться и верить, что все будет хорошо. Заработаем денег и сделаем. Город заработает. А что он не зарабатывает? Я налоги плачу. Значит, мало зарабатывает. Сколько знатокая скудная. Так видишь, тут же выделено федеральные деньги-то. 6 миллионов 600, 500, 600 две тысячи федеральных денег выделено. Региональное финансирование 135 тысяч, городское 134 тысячи. Что, 134 тысячи не хватило? Значит, не хватило. Если уж про городское финансирование говорить. Непонятно. Значит, не хватило. Скамеечки. Вот я просил, я вам обещал тебе скамеечку, пожалуйста. Ты обещал? Сквер, да, привезти тебя на скамеечку к скверу. Вот сквер. А, ну и знаешь, что, мне неохота сидеть на скамеечке рядом с урной. Вот с такой огромной. И вот, представляешь, вот я сижу, а у меня на уровне носа урна. А это по-котловски. Это по-котловски. И, как бы, вроде как ты хочешь посидеть, отдохнуть, да. А тут, как бы, ну, мне, например, это непонятно. Ну, отодвиньте на 2 метра в сторону. Спрячьте туда на угол, чтобы это не сверкало. Это культура. Да, вот я села рядом с урной. Можно даже облокотиться на неё, по идее. А в очередной раз мы сталкиваемся с культурой, элементарной культурой. Да, ну, просто как-то мне непонятно вот это. Может быть, пусть бы она меньше была размером, да. То есть, вот, ну, как бы, меньше уровня хотя бы сидения скамейки. Что там есть хоть что-нибудь? О, да тут такая, знаешь, урна, я вам скажу, она глубиной сантиметров, наверное, 70 или 80. То есть, чтобы её реже выносить, наверное, реже проверять, сделано с таким большим запасом. Вообще, конечно, я считаю, что это просто неумно. Вот такую урну огромную сделать рядом с такой маленькой скамейкой. Ну, была бы я ребёнком, точно бы в урну залезла, сидя на скамейке. Поинтересовалась бы, что там лежит. Вот мы уже подходим к другому ракурсу площади. Да, действительно, море. Море, море. Все ругают. Да, все ругают. Да, никто ничего не делает. А, вот велосипедная дорожка. Ну, кстати, знаете, дорожки сделаны, но я вообще детей на велосипедных дорожках вообще ни разу не видела. Но она не по велосипедной дорожке ехала. На велосипедную дорожку. Да? Да. Ну, это вот первый случай. Ветерок подул прям хорошо. Супер. Может, пошёл ноги почему-то куда-то в траву. Я люблю ходить по мягкой траве. По траве, да? Я как тебе показать-то не знаю. Ну, ладно. Не важно. В белых вот этих вот ботиночках он любит ходить по пыльной траве. Правда, я не видно. Сейчас самая сочная трава. Самая красивая зелень. Это у дороги находится. Смотри, проезжая часть, а тут трава. Какая же она может быть чистая? Вот здесь где трава? Конечно, в белых. Посмотрите. Ну, а здесь-то да. Здесь бы она, конечно, нужна. Нет, вообще здесь нужна не... Стоянка. По максимуму нужно благоустроить все вот эти... Бордюры. Ну, стоянка нужна здесь. Здесь машины-то устанавливали. Центр города. Да. Здесь центр, бизнес-центр. И нет стоянки. И там внутри всё у них за... Нет, но они... Росло. Вот ещё где-то лакомый кусок вот этот вот. Внутри бизнес-центра, да? Ещё кто-то там чего-нибудь. Сколько мы говорим о том, что у нас тут обочина вообще не обустроена никак. Кто бы съедут. Ой, митерок подул, как хорошо. Слушай, а вообще небо, по-моему, затянулось, нет? Нет. Нет ещё? Ой. Пылью как хорошо дышать. Пахнуло. Дорожная тру. Там листики так, да? Серебрятся на ветру. Красиво. Чего интересно? Камера внутренняя с подсветкой идёт, да? Видите, как подсвечивает. А вот наружная камера... Чего не подсвечивает? А, надо, наверное, включить вспышку. Подсветку надо искусственную, наверное, включить. Ммм, точно. Что-то я не догадывалась. Но она, вообще-то, и недалеко бы освещала. Ближнее расстояние. Вот ветер подул, вообще, прям шикарно стало. А то был такой воздух какой-то вообще спёртый. Ветерок. Ветерок. Да, ветерок хороший. Мне иногда пишут, говорят, что такая взрослая тётенька страдает ерундой. Какие-то видео всё записывает. А я это записываю для своих потомков. Для тех, кто будет... Это дети моих детей, которые когда-нибудь, может быть, увидят это такой видеодневник, который охватывает какой-то пласт истории, пласт жизни нашего города. Ну и, естественно, и моей жизни. Поэтому я записываю эти видео даже больше для себя и для тех, кто потом будет их смотреть. Мой муж не может рядом проходить такого равнодушия. Говорит, вот сделали дорогу, я его прям перевожу на русский. Не, на человеческий. Говорит, сделали асфальт. Это супер. Да, потому что дорога здесь такая была не очень. Мы в театр ходили, да, всё тут запинались, ходили. Вот здесь вроде, да, плитка положена. Ну, худо-бедно, но лежит. Говорит, а это кому оставлено? Вот здесь. Вот это лужа. Ну, например. Везде в городе, везде. Да, то есть это или засыпано должно быть газон, землёй, или что вообще. Сравняйте с чебёнкой, ещё что-то сделайте это. Это кому оставлено? Да, действительно, кому? Ответьте на вопрос, кому это оставлено? Американцев, флаг американский на каждом доме. А у нас только на одном. Это на пенсионном фонде. Вот. Ну, машина, да. Сколько можно было сэкономить? Ну, может, тут постер по-другому как-то нельзя было сделать, да? Вот заезд, видите, пандус сделан. Ну, вот мы что-то подумали, зачем такой вот загигулистый. Во-первых, тяжело подниматься. В два раза длиннее. Да, в два раза длиннее. Когда можно было, может, отсюда сделать заезд. А это было свой, вот и освоили. Немножко непонятно, да? Может, кто знает, почему такой пандус двойной? Сделайте, как на стенке. С той стороны дополнительно. Непонятно. Просто, мне кажется, тут усложнили жизнь людям, которые ограниченные возможности и так имеют. Умом Россию не понять. Ну, наверное. Хотя, может, мы чего-то не знаем и не понимаем. Ну, хотелось бы узнать, уточнить. Почему? Вот приятно теплый цвет. Вот приятно теплый цвет. А, вот. Единственное, это тебе сегодня понравилось. Значит, яблоня понравилось, да, у библиотеки? И теплый цвет. И теплый цвет сквера понравился. И здесь все фонари горят. Да, и вот, видишь, даже люди сидят на скамеечках, отдыхают там, качаются на скрипучих качелях. Благо, здесь близко. А у меня не хватило денег засеять травку. А может, она еще выползет? А вот давайте поспорим. Ну, хотя бы она уже выползла, конечно. Да. Травка, где это? Что-то как-то все у нас вот вроде как-то делают, да. Опять умом Россию не понять, ну, никак не понять. Покидаем сквер с теплыми фонарями. Красивая подсветка, да, у этого Мюнхена сделана. Тоже, да, интересно. Желаем красивой подсветки всем заведениям города. Покулка наша подходит к концу. Мужа все беспокоят дороги, как их восстановить. Надо, наверное, тебе было в строительную какую-то идти сферу дорожникам. Я всяким был. Всяким ты был. Да, дороги-то плохие. Всяким был. Но, я думаю, верю в светлое будущее. Верю в наше правительство. Так скажем, не правительство, как и в наше... А я верю в современные технологии. Администрацию. Современные технологии. Потому что надо надеяться на лучшее. Всегда верить в лучшее. И тебе будет казаться, что живешь ты в гораздо лучшем мире, нежели чем все остальные. Спасибо. Спасибо, я не хожу в сапогах резиновых по центру города. Спасибо. Позитивно вы мышли. У меня очень позитивное мышление. Да. Ну, прекрасно прогулялись. Если сначала я была просто... А, кстати, сейчас опять душно стало. Если я была просто в таком отвратительном настроении. Сейчас зашли в низинку. Тут такой тоже опять ветерка нет. Ну, стой. Да, там как-то наверху ветерок немножко дул. А тут ветерка нет. Поэтому на сём репортаж заканчиваю. Видите, уже в темноте даже меня не видно. И желаю вам приятных снов. Спокойной ночи. И нашего светлого утра. И завтрашнего светлого дня. Всем пока-пока. С вами была Наталья Невсорова. Пока.